На этом этапе мы возвращаемся к использованию установочного скрипта для приложения Bitrix24. Ведь наше приложение будет запускаться пользователями многократно, а хранилище нам нужно создать один раз. Кроме того, нам надо сформировать и сохранить список тех пользователей портала, которые будут участвовать в рейтинге. И это тоже можно сделать при установке приложения. Для выбора пользователей мы можем воспользоваться одним из двух стандартных диалогов, привычных пользователям Bitrix24. Первый метод возвращает идентификатор и имя лишь одного пользователя. Второй метод позволяет сразу получить список. В нашем примере я предпочел использовать второй вариант. Давайте создадим установочный файл нашего приложения. Как вы помните, для приложений первого типа он должен называться InstallHTML и находиться в корневом каталоге приложения. Не существует никаких специфических требований к его верстке. Это обычный HTML файл. Важно только, чтобы его скриптовая часть выполняла нужные нам задачи. Прежде чем мы приступим к созданию хранилищ, хочется продемонстрировать вам еще один важный аспект разработки, связанный с особенностями работы внутри фрейма. Давайте создадим кнопку, при помощи которой наше приложение будет добавлять пользователей портала в список участников рейтинга. И создадим для этого нужный метод AddRatingUserRow, который пока что будет содержать отладочный код. Как вы видите, мы пока что просто добавляем новую строку в нашу таблицу со списком пользователей, не обращаясь к рестапи. Для того, чтобы наш InstallHTML отработал, нам придется удалить текущую версию приложения и добавить приложение заново. Как вы видите, при первом запуске новой версии приложения загрузился именно InstallHTML с нашей кнопкой «Добавление пользователя». Проводим эксперимент. Кликаем нашу кнопочку несколько раз, добавляя наших фейковых пользователей в список. Что мы видим? А видим мы, как у нас появился вертикальный ползунок, потому что высота интерфейса нашего приложения уже превышает высоту фрейма, в котором оно выводится. Некрасиво? Отвратительно! С этим надо что-то делать. Сначала научим наше приложение сохранять текущую ширину фрейма, вызвав метод SaveFrameWidth сразу после инициализации рестапи. Затем добавим в наш класс мегаполезный метод ResizeFrame, который при помощи специальных функций в рестапе получает размер текущего фрейма приложения и при необходимости увеличивает его высоту. Мы будем вызывать этот метод, когда наше приложение очевидно будет менять собственный интерфейс, то есть, в частности, при изменении списка пользователей рейтинга. Теперь можно погружаться в технические вопросы выбора пользователей портала, создание наших хранилищ и сохранение данных внутри этих хранилищ. Во-первых, напишем метод добавления пользователей AddRatingUsers при помощи вызова стандартного диалога. Получив список идентификаторов пользователей, мы добавляем их в список и вызываем для каждого метод AddRatingUserRow, который выводит имя каждого нового пользователя в интерфейсе. В конце мы вызываем метод CheckSaving, смысл которого сводится к простым операциям. Он выводит или прячет кнопки сохранения текущего списка пользователей, а заодно и подгоняет размер нашего фрейма. Идем дальше. При нажатии на кнопку сохранения вызывается метод FinishInstallation, который, собственно, и создает нужное нам хранилище. Описываем структуру обоих хранилищ в виде объектов JavaScript, а затем при помощи метода PrepareEntity формируем массив OurEntityBatch для дальнейшего пакетного создания нужных нам хранилищ. В последующих уроках мы подробно остановимся на возможности пакетного вызова, а пока просто посмотрим, что именно нам нужно сделать для создания хранилища. А нужно нам, во-первых, вызвать метод EntityAdd, указав в качестве параметров название, описание и права пользователей для хранилища. Подробно о правах стоит почитать в документации к Рестапе, а в данном случае мы просто даем всем пользователям право на запись данных в наше хранилище, вызвав метод EntityUpdate. Далее мы в цикле добавляем нужные свойства в наше хранилище при помощи метода EntityEdemProperityAdd. Возвращаемся в метод FinishInstallation. Здесь мы видим цикл, в котором в наш массив для дальнейшего пакетного выполнения добавляются вызовы EntityEdemAdd. Иными словами, для каждого пользователя, которого мы хотим добавить в рейтинг, мы создаем при помощи этого метода новый элемент в хранилище Users. Затем мы выполняем наш пакет вызовов и при получении ответа от Bitrix24 проводим следственный эксперимент. Запрашиваем данные из хранилища Users. В случае, если по каким-то совершенно непонятным причинам хранилище не было создано в результате нашего пакетного выполнения запросов, то мы получим ошибку. Если же все прошло нормально, то мы сообщаем Bitrix24, что установка приложения прошла успешно при помощи вызова метода RESTAP installFinish. Пора посмотреть, как это все работает. Сначала удалим существующее приложение и загрузим заново обновленную версию. При добавлении текущей версии обязательно дадим нашему приложению права на хранилище. В противном случае наши попытки что-то там создать закончатся неудачей. Приложение добавлено в портал. При запуске будет выполнен наш текущий install.html. Воспользуемся стандартным диалогом для добавления парочки пользователей портала в рейтинг и нажмем на кнопку «Сохранить». Установка приложения прошла успешно. Bitrix24 загружает индекс HTML, который у нас пока не был изменен для вывода пользователей рейтинга. Мы займемся этим вопросом в следующем видеоуроке. Пора подвести промежуточные итоги. Во втором уроке мы подключили в наше приложение стандартную JavaScript-библиотеку для работы с RESTAP. Выяснили механизмы работы со списочными методами. Начали решать вопросы улучшения производительности, создав хранилище для промежуточных данных. Воспользовались стандартным диалогом для выбора пользователей портала и заодно создали установщик для нашего приложения. В следующих уроках мы продолжим погружение в разработку. Жду вас. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok